Девушки отдыхают Говори первым Ты первая Я имею в виду Ты почти ничего не ел Я раньше уже исследовал эту улицу Здесь все для прибыли Никто не делает что-то свое Тут много конкуренции Все хотят низких затрат и высоких доходов Редко кто-то хочет просто делать Что-то свое Но мне кажется, ребрышки были восхитительны Но Владелец магазинчика очень умен И использует много приправ, чтобы скрыть отсутствие вкуса Нарочно утяжелил вкус, чтобы тебе было вкусно Они нравятся не только мне Все думают, что это вкусно Но настоящая еда требует точного приготовления Приготовление блюд – это способ раскрыть вкус Даже самые лучшие приправы не должны перекрывать вкус еды Так изначальный замысел блюда теряется Не обманывайся вкусовыми рецепторами Тогда каково мнение директора Джена? Хочешь побороться? Конечно Я даже не наелась Хорошо Тогда отведу тебя в одно место Пойдем Ты пришел? Да Садись, садись Хорошо Все как всегда? Да, как обычно Ладно Ресторан домашней баранины открыт давно супругами Но два года назад ее муж погиб в автокатастрофе Осталось двое детей Теперь рестораном управляет только она Ваш суп из баранины Так быстро Осторожно Вот Спасибо Не за что, Сяо Джен, давно тебя здесь не было Да, я был занят на работе А эта красивая барышня твоя девушка? Нет, она моя коллега Коллега? Да Хозяйка, дайте еще суп Хорошо, уже бегу Помощник в ресторане отпросился Видишь, как я занята, мне очень жаль Ничего, работайте, я сделаю сам Приходи почаще И возьми с собой эту милую девочку Хорошо, обязательно Отлично Приятного аппетита Хозяйка очень жизнерадостная По ней не скажешь, что она пережила горе Позволь представить особый соус Это масло чили, которое сварено с салом Когда впервые его попробовал, я был очень впечатлен Я много раз был тут с расспросами Но когда я сделал его сам, вкус сильно отличался Чили в бараньем жире? Почти готово Осторожно, горячо Попробуй Немного мяса Такая большая порция Верно, добросовестный ресторан Вот Если не ешь острое, добавь немного Ладно Спасибо Не торопитесь Не торопитесь Это масло чили такое ароматное В сочетании с оригинальным солено-сливочным вкусом супа Просто здорово Как раз то, что нужно для пробуждения аппетита Это очень свежо и ароматно Вкус баранины в супе очень оригинален, не прикрыт приправами Наоборот, пахнет бараниной Приправы это только подчеркивают Последний раз я такое ела В уличном ларьке, когда была ребенком Я тогда ела в Антон И дядюшка там тоже делал такое масло Был невероятный вкус Правда? Помнишь это спустя столько лет? Вкус правда классный Ресторан славится еще своими завтраками Особенно жареные лепешки и пирожные со смантусом Каждый день тут длинная очередь Хозяйка закрывается в 10 часов Но все равно работает на вынос Не ожидала, что хозяйка такая замечательная женщина Ты так хорошо знаешь этот ресторанчик Наверное, часто девушек сюда водишь Нет, я привел девушку впервые Тон, в чем дело, Шанин? Думаешь, мне стоит попробовать? Попробовать? Что именно? Разве ты не пишешь колонку о вкусе еды? Дело как раз в этом Я была на полевых исследованиях У меня очень много данных Но я могу писать только с точки зрения посетителя Я не могу писать с точки зрения создателя еды Так что я думаю Должна ли я попробовать это? Написать с другой точки зрения? Как думаешь? Думаю, это было бы очень занимательно Собственный опыт позволит тебе представить все с другого угла Отлично Тогда все сделаю И пойду туда после работы Ладно Все в порядке Кстати, кто еще в офисе? Никого Все ушли по домам Хорошая работа, иди домой Спасибо, директор Привет, все оба Это я В чем дело, братишка? Вы пообедали? Хочешь, я закажу вам ужин? Шанин еще не вернулась Она заказала мне доставку Она еще не дома? Знаешь, куда она пошла? Она пошла чему-то учиться Я вышлю тебе адрес У меня сейчас онлайн-урок Пока-пока Ага, хорошо Тот ресторанчик? Вот, наслаждайтесь едой Умничка Осторожнее Я несу Хозяйка, счет Оплачиваете? Сколько с нас? Сейчас С вас 168 юаней Шанин, принеси мне бутылку вина Ладно Хорошо Идем, ты наелась? Спасибо, приходите к нам еще Шанин, заказ, шестой столик Хозяйка, я пойду Хорошо, приходи еще Пока Хорошо, пока Хорошо выглядишь Что привело тебя? Я пришел забрать тебя домой Ты голоден? Я не был голоден, пока ты не спросила Раз уж ты везешь меня домой Тогда так уж и быть, я угощу тебя Договорились Идем Попробуй это Хорошо Когда была маленькая, приставала к маме, чтобы мне купили мороженое Это сокровище моего детства Как тебе? Очень вкусно Хоть я и купила это мороженое Но все смотрите, тут каннибал Ледышка ест ледышку Расскажу тебе историю из детства Мама хотела, чтобы я училась на фортепиано Но я не могла усидеть на месте Тогда были популярны гангстерские фильмы И вот однажды у меня возникла идея Имитируя тон похитителей, я позвонила маме Сказала, что меня похитили Мама испугалась до смерти Привела своих коллег, чтобы найти меня Когда меня нашли, она злилась, но не посмела меня ударить Она просто рыдала все время И я тоже испугалась и тоже расплакалась Это была самая большая ложь за всю мою жизнь А у тебя? Ты когда-нибудь лгал? Лгал Я не могу зайти на кухню Меня так крутит, и я даже теряю сознание, когда готовлю Не обманывай, просто не хочешь готовить Если не хочешь готовить, то тебе придется найти жену Такую же добродетельную, как я Шеннин На самом деле Я У меня внезапно запалел живот Я думаю, это от мороженого Мне надо в туалет Подожди меня Хорошо Не спеши Ну почему так не вовремя? Шеф, все готово? Это последнее Хорошо Поняла Благодаря мощному союзу директора Дженны Шеннин Процент просмотра в колонке гурманов увеличился на один пункт Отлично! Здорово! Поздравляем! И в то же время Шеннин стала звездой квартала по версии Айсон Это вполне заслуженно Поздравляем! Поздравляем! Шеннин Работать в одиночку За возможность возглавить эту работу Благодарю Со стороны директора Дженна была огромная поддержка, чтобы создать эту колонку За вашу помощь, большое спасибо Похоже, наша великолепная четвёрка действительно оправдала себя С нетерпением жду вашего следующего сотрудничества Выпьем Выпьем! Спасибо вам всем! По этому случаю, разве Йоэси Чен не должен присоединиться? Что случилось с этим дурачком сегодня? Почему ты меня спрашиваешь? Откуда мне знать? Во время вашей последней работы разве он не признался тебе? Разве нет? Не знаешь, не говори Сейчас в компании так много людей Если тебе кто-то нравится, просто скажи это Не заставляй всех так смущаться Спасибо! Хватит сплетничать Мои малышики, я так люблю вас Поздравляю Поздравляю, директор Джен Ребята, у Сяо Бай тест завтра Вы все готовы? Для Сяо Бай экзамен в поворотный момент в жизни Я давно готов Я тоже помогу Все помнят дресс-код и слоган Выдержи один день и никаких проблем Как жалко, я завтра забираю своего малыша Малыша? Малыша Чена? Что? Это камера Это камера Верно Мы не должны проиграть Пусть Либай чувствует наше тепло Желание дедушки должно быть выполнено Эй, Джоан Мне прислать тебе завтра сильного парня, чтобы помочь? Я не думаю, что ты сможешь поднять свое оборудование Кому нужен сильный парень? Я очень сильная В отличие от сегодняшней молодежи Они мне не ровня Хорошо, хорошо Тогда ложись пораньше, малышка Спишь? Что делаешь? Синьи Скажи мне Что я должен сказать, чтобы показать мое чувство юмора и необычайную мудрость? Засыпай Засыпай Джоан Янь Джоан Янь Ты мне нравишься Джоан Янь Можешь дать мне шанс? Какой еще ему нужен шанс? Си Чен Завтра, Джоан, Янь нужен помощник Я не заставляю тебя, если не хочешь, можешь отказаться Ты чего совсем не пьешь? Моя малышка Я не знаю, спишь ли ты Но я лежала в постели, думая об этом И решила найти тебе помощника Я уже позвала его Принять его или нет, решать тебе Спокиноки Шеннин! Один большой арбуз Разделяем пополам Лебай, съешь немного Я не могу есть Хорошо, тогда готовься Повернуться Сущность солнца и луны Джоан, ты встала? Доброе утро Сегодня еще один замечательный день Доброе утро Что с ней случилось? Она так смотрит, будто ей два миллиона должна Да, выглядит, будто ей разбили сердце Или из-за того, что она разбила сердце молодого парня Точно говоришь Чего с утра пораньше, так много драматизма Больно, мне больно! Мир взрослых такой сложный Кто там? Поменять рта, и вот он Привет, дзянь Привет, Сяубая Привет! Успехов на экзамене? Спасибо Что ищешь? Джоан, у нас дома гость Выйди, поприветствуй Мы собираемся на экзамен Дальше сцены не для детей, пойду я Погнали! Идем, идем Кто пришел? Быстрее Кто здесь? Наставница Доброе утро Хочу отвезти тебя кое-куда Юиси Чэн Что с тобой в эти дни? В последнее время пренебрегаешь работой? В офис не приходишь Работать не хочешь? Больше нет дела до меня? Ты же пыталась прогнать меня Ты за меня в ответе Я не в ответе за тебя Я присматриваю за тобой, обучаю тебя Как я могу отвечать за тебя? Я не это имел в виду Тогда уточни, что ты хотел сказать Я имею в виду Я сказал в тот день После как я признался тебе, ты ушла, ничего не сказав А потом сделала вид, что ничего не было Разве это не безответственно? С этого момента Ты мой мужчина Если снова не сделаешь свою работу Я тебя проучу Ты говоришь? Что такое? Сожалеешь? Уже слишком поздно Никаких сожалений Никаких И ты должна не жалеть Детский сад Отныне буду работать до пяти каждый день Не усну, пока не будет луны Не уйду, пока не отпустишь Я не смогу уйти Я же этого не говорила Chloe... Давай Продолжение следует... Просыпайся, Джан Дао, уже поздно. Который час? Неважно, вставай! Кого там так рано принесло? Открой дверь. Спускайся вниз. Шэнин, почему пришла? Ищешь Джан Дао? Да. Почему ты тут? Улибай экзамен, а у нас экстренное совещание. До тебя не дозвониться, поэтому я приехала. Это твоя кошка? Верно. Это Джан Си Ни, дочь Джан Дао. Джан Си Ни! Ходят слухи, что у тебя есть дочь. Значит, правда. Сюй Доо, быстро одевайся и подгони машину. Иди! Ладушки! Подожди меня. Джан Си Ни! Онлайн-колонка для гурманов и правда замечательная. Просмотры увеличились вдвое. Это прекрасная возможность поучиться у вас, Миранда. Продажи журнала завидно высоки. Это наш директор Джан Дао. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече. Это наш старший редактор Шэнин. Здравствуйте. Здравствуйте. А это главный редактор журнала Юни-магазин. Лиза. Думаю, вы все знаете, что у них самые популярные статьи. Рады встрече. Тогда не будем стоять, займите места. Сюда, пожалуйста. Выступи, пожалуйста. Хорошо. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать всех вас, Вайсон. Наша сегодняшняя тема и положительное влияние статьи и идеи на пищевую промышленность. На самом деле, я думаю, за изысканными креативными блюдами должна быть богатая культура. Сегодня у вас была прекрасная речь. Спасибо. Могу я добавить вас в Вичат? Да, конечно. Я отсканировала. Хорошо. А я слышала об этой Лизе. Она известный редактор в индустрии. Похоже, она влюбилась в директора Джена. Она его в Вичат добавила. Вероятность 90%. У меня проблемы с одной темой. Я хотела бы задать вам вопрос. Без проблем можем назначить встречу. Правда? Конечно. Как долго ваша команда будет в городе? Около двух-трёх дней. Потом у меня командировка в другой город. Вы очень заняты. Мы все такие. Что бы вы хотели на ужин? Что вы обычно едите? Каких-то предпочтений нет. Ты красиво улыбаешься, Лизе. Спасибо. Вы слишком добры. Директор Джен, порекомендуйте нам рестораны. Хорошо. Они скоро пойдут ужинать? Мне кажется, Шиннин, что-то не так. Неизвестно, что может случиться, пойдём. Рекомендую нашу местную кухню. Конечно. Морепродукты тоже очень хороши. Хотите попробовать? Конечно. На самом деле у нас и правда отличные морепродукты. Тогда позвольте мне угостить вас. Ну и куда ты пошёл? Зачем в лес? Почему не пришёл помочь? Я лесник. Тогда почему не спас меня? Я был прямо за тобой и послал тебе сигнал. Почему не сказал раньше? Что это за командная работа? Я пришла поиграть, потому что была расстроена. А теперь я ещё больше расстроилась. Джон Янь! Поиграй со мной в игру. Сыграем? Можем один на один? Ты играешь целыми днями. Давай поедим. Джон, ты не играешь? Почему ты играешь с ним? Не только вином можно решить проблемы. Вина нет. Однако, у меня много еды. Поешь со мной? Знаете, директор, кому-то так легко пригласить вас на ужин. Но кто-то не может пригласить на ужин меня. А у меня в последнее время так много дел. Ладно. Тогда спрошу у Фан Цианя. Подожди-ка. Путей решения всегда больше, чем трудностей. Тут вдруг в расписании окно появилось. Где хотите пообедать? Какое совпадение? Тогда здесь. Без проблем. Вот это да. Я не ожидала от тебя такого. Я просто так сказала. Приятный комплимент от хвастунишки. Приступим. Почему ты не ешь? Я всегда ем всё сама. Как будто я какая-то большая любительница поесть. Мне нравится смотреть, как ты ешь. Я имею в виду, Мне нравится, когда кто-то оценивает мою стрипню. Меня это радует. Вот оно что. Тогда я... Какое совпадение. Ваша одежда сочетается и ланчбоксы одинаковые. Это парные одежды? Вы знаете, что такое парные одежды? Разве это не называется парными одеждами в интернете? Я тоже пользуюсь интернетом, и мне сразу всё стало ясно. Всё верно. Мы правда в парной одежде. Но это больше похоже на рабочую форму. Ну, как тебе? Вкусно. Шанин! Что такое? Пойдём со мной в больницу. Что случилось? Ты заболел? Дедушка Ли болен. Я поняла. Я буду ждать тебя там. Тон, после проверки всё отправь мне. Хорошо. Брат, мы пришли. Дедушка Ли, мы пришли увидеть вас. Как вы себя чувствуете? Дедушка, вы что-то пытаетесь нам сказать? Лифань, нянь-нянь, вы пришли. Лифань? Нянь-нянь? Лифань и нянь-нянь – это сын и невестка дедушки Ли. Пап, мы пришли, чтобы увидеть тебя. Нянь-нянь, любит есть манго. Дай манго, нянь-нянь. Да, хорошо. Я отдам ей всё манго, папа. Не волнуйся. Папа, смотрите, я взяла манго. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. С этого момента вы двое перестаньте ссориться. Хорошо. Папа, не волнуйся. Мы в порядке, не будем ругаться. Папа, смотри. Нянь-нянь. Ты прости, прости его. Папа, я уже простила его. Между нами всё хорошо. Да, она простила меня. Не волнуйся. Поцелуй его, если ты простила его. Вот, папа, я простила его. Ага, ага. Ну, прости. Говори медленно. Сяубай, Сяубай здесь? Я скучаю по ней. Дедушка Ли, дедушка Ли, Сяубай уже в пути. Она скоро будет тут. Сначала отдохни. Она уже едет, уже в пути. Дедушка, Ли Бай знает, что ты скучаешь по ней. Она скоро будет. Вы двое присмотрите за дедушкой Ли? Я встречу Сяубай. Хорошо. Садись. Я сегодня такая счастливая. Ты даже не обнимешь меня, что ли? Садись. Ладно. Разочарование. Дедушка, сегодня я была в агентстве по подбору школ. Мне одна очень понравилась. Пожалуйста, дождись меня, я уже еду к тебе. Скоро буду. Они скоро будут. Уже скоро. Эта школа очень красивая. Обучение недорогое. Если буду хорошо учиться, смогу закончить экстерном. Можно получить степень магистра за год. Дедушка, подожди меня. Обязательно дождись. Я куплю тебе желтых персиков. Зови врача. Доктор, доктор. Дедушка. Медсестра. Быстрее сюда. Дедушка. Пропустите. Проверь его. Да. Проверь его. Шэнин. 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 Спасибо. Я вернусь к работе. Директор Джэн. Вот. Американо. Твоя статья набирает много просмотров. Проследи за этим позже. Насчет следующей темы я попросил Гао и Джан написать статью. Тебе надо за ними следить. А что с остальным? Скажу, если сделаешь глоток. Ладно. Общий рабочий план на следующую неделю. Сделал презентацию и поговорил с Мирандой. Буду работать сам и попросил для тебя выходной. Фану точно нужна помощь. Будь то в ресторане или слибай. Как раз хотела попросить у Миранды отпуск. Не знала, что ты всё уладил. Посмотри на свои глаза. Что с ними не так? Они опухли, как персики. Наложи паровую маску для глаз. Ладно. На самом деле, в детстве меня тоже воспитывал дедушка. Но дедушка ушёл, когда я училась в средней школе. Поэтому я очень сейчас боюсь идти к Либай. Потому что знаю, как ей сейчас тяжело. Так что, ты так-то понимает её лучше всех. Тогда тебе не стоит так плакать. Ты должна быть для неё примером. Хорошо? Привет, Юй. Какое совпадение? Ты идёшь в туалет? Да, уже иду в туалет. А я тоже туда. Спасибо. Доктор Сюй, спасибо, что пришёл так поздно. Почему ты вежлив со мной? Как там Либай? Это... Пирожные с корицей в вине. Любимая еда дедушки Ли. Либай готовила их сегодня всю ночь. Но она даже не ест их. Уснула, как только закончила. Либай очень скучает по дедушке. Пирожные, как выражение её горя, я думал, это хорошо. Но когда она закончила, ничего не поев и не сказав ни слова, просто пошла спать. Она всегда такая в последнее время. В последнее время это часто с ней случается. Она плачет, а потом засыпает. Она в состоянии депрессии в последнее время. Я думаю, нам нужно отвезти её в больницу. И нам стоит проверить её. При необходимости потребуется лечение медикаментами. Она не часто выходит на улицу. Я не знаю, что сказать. А что, если сегодня уже поздно? Почему бы тебе не рассказать мне о состоянии Либай? Я соберу информацию и отправлю коллегам в больницу. Когда Либай будет в лучшем настроении, скажешь мне, я попробую уговорить её. Хорошо. В последнее время ей всегда хочется спать. Последний раз, когда она пришла ко мне, я наблюдал за ней. Тебе лучше. Я пойду с тобой. Хорошо. Сегодня к тому же хорошая погода. Пойдём. Продолжение следует...